Первая книга царств, глава двадцать третья. «Как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою Иефод, и донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, «Принеси Иефод», и сказал Давид, «Господи Божий Израилев!» «Раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? «Господи Божий Израилев, открой рабу твоему!» И сказал Господь, «Придет». И сказал Давид, «Придадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь, «Придадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около шестисот человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа. И Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря, «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им царь, «Саул, благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И вы смотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они, и пошли в Зив прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря, «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвал это место Селагам Махлеков, скала разделений.